Продолжение следует... И их цитокины проопухолевые клетки, уже сегодня их освещали очень подробно. И я хочу сказать, что на самом деле это очень важное сейчас направление, которое определяется именно продукцией цитокинов и взаимодействием этих клеток противоопухолевых и проопухолевых. Очень важно, как формируется это опухоль в микроокружении, как мы можем на него воздействовать, и это является научным направлением нашего отдела. И сегодня вы прослушали два доклада Нехаевой Татьяны Леонидовны, очень насыщенный доклад, и Наталья Александровна, которая также попыталась изложить те позиции, которые мы изучаем. И последнего докладчика доклад был сосредоточен на изучении сарком мягких тканей и остеогенной сарком. Поэтому я не буду останавливаться на движении в опухолевом микроокружении клеток, их взаимодействии. Цитокиновый профиль очень детально изложил профессор Симбирцев, и все докладчики касались тем или другим образом именно опухолевого микроокружения во всех секциях. Я остановлюсь на наших нескольких моделях, которые мы изучаем. Мы изучаем свойства клеточных линий, мы их получаем уже с 1998 года. И здесь мы видим клеточную линию меланомы кожи, которая получена из метастаза меланомы в мягких тканях правого бедра пациента, получен патент. И здесь на слайде мы можем видеть миграционные способности и инвазию опухолевых клеток. Миграция отражена красной линией на графике, инвазия, инвазивные способности этой клеточной линии зеленой линией. И мы определяем не только эти свойства, а еще и опухоли ассоциированные антигены, иммуносупрессирующие факторы, факторы ассоциированные с метастазированием. И на данном слайде вы видите видео, где мы наблюдаем потенциал этих клеток, миграционный потенциал, инвазивный потенциал. Это очень важно для понимания, как мы можем воздействовать на опухоль у конкретного пациента. Мы также изучаем послойное изучение архитектоники и распределение клеток в томороидах, то есть микроопухолью пробирки. Это возможно с помощью конфокальной микроскопии. То есть визуализация 3D-культуры. На данном слайде 199-й пассаж для оценки лекарственных свойств противоопухолевых агентов с целью поиска эффективных терапевтических опций и биомаркеров. Это очень важно, поиск предиктивных маркеров для понимания, как мы можем воздействовать на ту или на другую опухоль у конкретного пациента. Так как наши давние исследования были сосредоточены на разработке противоопухолевых вакцин, нам удалось оценить 15-летнюю выживаемость пациентов с диссимированной меланомой, которые получали так 7 модифицированную вакцину. Эта работа была выполнена совместно с Институтом биологии Гена РАН, Академик РАН Георгий Павлович и Ларин Сергей Сергеевич. И мы видим на данном слайде, что опухолевые клетки, которые продуцируют иммуносупрессирующие факторы, в данном случае МИКЕЙ, мы видим, что у пациентов, у которых продукция этого фактора была выраженная, это неблагоприятный прогноз, окрашенный красным, и благоприятный прогноз зеленым. То есть пациенты, у которых опухоль продуцировала в меньшем количестве иммуносупрессирующего фактора МИКЕЙ, зеленая линия выживаемости, эти пациенты с благоприятным прогнозом, они хорошо ответили на этот вид терапии, и мы получили и иммунологическую, и клиническую эффективность данного вида лечения. Я хочу сказать, что это первое исследование в мире, которое оценило 15-летнюю выживаемость вакцинотерапии. Для того, чтобы понимать дальнейшие наши направления, нам необходимо моделировать инвитропроцессы метастазирования и формирования опухолевого микроокружения. И на данном слайде вы видите клеточную линию, она оказалась все-таки состоит из двух клонов. Первый клон фиолетовый – это пролиферирующие, мигрирующие клетки с экспрессией указанных здесь антигенов, химокиновых рецепторов. И второй клон – клон ранних стволовых клеток. И на данном слайде мы видим с вами экспрессию этих антигенов. Это антиген CD133, другие антигены. И очень важно понимать, как поведет себя опухоль в организме у пациента или, скажем, в исследованиях на лабораторных животных. Мы также изучаем влияние предшествующей вакцинотерапии на эффективность новых иммуноонкологических препаратов. В данном случае эпилемумаба анти-CT4 у пациента меланомы четвертой стадии. И в настоящее время есть две публикации. Это публикация наших коллег из Израиля, где они облученные аутологичные клетки меланомы, которые экспрессируют ракутостикулярные антигены. Здесь перечислены. Их конъюгировали с генитрофенолом, смешивали с БЦЖ. И в этой публикации мы видим, что трехлетняя общая выживаемость у пациентов, которые получали вакцину до анти-CT4 препарата, у них выживаемость трехлетняя выше 46% по сравнению с теми пациентами, которые не получали вакцинотерапию, только 19%. То есть очень важна модуляция опухолевого микроокружения для назначения того или другого препарата. И иммунотерапия комплексная, последовательная или же комбинированная, она меняет опухоли микроокружения и увеличивает общую выживаемость. Наши исследования, правая часть слайда, мы с вами видим пациенты, которые получали аутологичные дентритные клетки, нагружены аллогенными ракутостикулярными антигенами. Это клеточные линии, которые характеризованы и в Институте биологии гена РАН, и исследователями, которые возглавляет доктор Миссюрин. И в нашем биобанке хранятся характеризованные клеточные линии, мы получаем опухолевый ризат, нагружаем дентритные клетки. И здесь мы также видим с вами, что трехлетняя выживаемость выше у пациентов, которые до иммунотерапии эпилемумабом получали вакцинотерапию. То есть это уже факт доказанный и свидетельствует о том, что комбинация различных методов иммунотерапии может менять опухолевое микроокружение. И в настоящее время открыт набор пациентов с меланомой для лечения пациентов дентритно-клеточной вакциной. И мы здесь видим уже комбинации дентритной клетки с различными, так скажем, клеточными, с клеточной терапией для лечения у виальной меланомы, для которой нет, так скажем, в настоящее время эффективного лечения. И в настоящее время именно комбинация клеточных методов является важным в разработке меланомы, которая устойчива к различным методам лечения, к способам лечения и является таким научным направлением. И здесь я представлю несколько клинических случаев. Здесь пациентка меланомой кожи, спины с метастазами в акселярных лимфоузлах, мягких тканях, костях склета. И применение вакцин на основе костно-мозговых дентритных клеток, активированных опухолью инвива в состоянии фотоиндуцированного апоптоза, привело к частичному регрессу, который сохраняется 57 месяцев на фоне этой терапии. Это тот же случай. Здесь мы видим с вами до лечения, после двух циклов дентритно-клеточной вакцинотерапии. И гистологически, иммуногистохимически мы видим очаг, который был подвергнут лечению и отсутствие опухолевых клеток, только клетки иммунной системы. Еще один случай. Пациент меланомой кожи первого пальца правой стопы с метастазами в правых паховых лимфоузлах, мягких тканях правого бедра. Пациент получил комплексное лечение. Он начал лечение в 2004 году. В 56 лет была греодоинструкция образования. Дальше были рецидивы. Резекция основной фаланги первого пальца стопы. Операция Дюкена. Иссечение новых очагов в мягких тканях бедра. Он получал ксиновакцину. Тогда мы ее тоже, так скажем, разрабатывали. Терапию интерфероном альфа в адиантном режиме. Снова новые очаги. Иссечение этих очагов. Он получал химио-иммунотерапию. ХИТ-5 – это ронколейкин, интерлейкин 4, цисплатин, блеомицин, винкристин, дакарбазин. Гипертермию он получал. И так далее. Дальше в 2009 году он получал вакцинотерапию аутологичными дендритными клетками. И в августе 2009 года наблюдался частичный регресс. Дальше снова прогрессирование. Неполная циторедукция. Новые очаги. Четыре цикла иммунотерапии. И к тому времени уже мы получили возможность лечить иммуноонкологическими препаратами. Он получил эпилемумаб 4 цикла. Снова увеличились очаги в мягких тканях. Терапия интерфероном альфа, которая не привела к успеху. Вернулись снова к эпилемумабу в рамках реиндукции увеличения очагов в мягких тканях. И дальше у нас появляется неволумаб. Пациент получил неволумаб 41 цикл. И мы получили полный регресс. И в настоящее время пациенту 75 лет. И он в настоящее время под наблюдением без опухолевых очагов. Я не буду останавливаться за отсутствие времени. Но мы изучали подробно иммунный статус. Мы изучали, что происходило на различных этапах иммунотерапии. И здесь мы видим кривые Т-клеток, Т-хелберов, регуляторных клеток и так далее. Это тот же пациент до дендритно-клеточной вакцинотерапии. И мы видели результат на фоне дендритно-клеточной вакцинотерапии в сочетании с плазмофорезом. То есть удаление иммуносупрессирующих факторов также приводит к иммунологическому ответу. Следующий клинический случай – меланома кожи, невыясненная первичная локализация, хирургическое лечение в 1994 году, рецидив уже в 2011 году, операция Дюкена, прогрессирование с метастазами в левом надпочечнике. Пациент получил 4 цикла химиотерапии докорбазин, как бы стандарт на то время лечения, прогрессирование, метастазы в левом лёгком, левом надпочечнике, брюшине, забрюшином пространстве, мягких тканях. Пациент получил 4 цикла эпилеумаба, частичный регресс, дальнейшее прогрессирование, получил стереотоксическую лучевую терапию на очаг в левой затылочной области, так как поражение в головном мозге. 62 цикла иммунотерапии неумабом, зарегистрирован частичный регресс, это уже 2018 год. Динамическое наблюдение, но в дальнейшем дальнейшее прогрессирование. Пациент получил лечение по поводу ТЭЛа на фоне лечения усиления болевого синдрома, нейропатические боли, вертеброгенного характера, постепенное ухудшение состояния. И мы видим с вами, что он лечился с 1994 года до 2020 года, то есть 16 лет, и наступила смерть пациента в связи уже с теми нежелательными явлениями, ухудшениями, которые наблюдались на фоне течения этого заболевания. Мы также изучали иммунный статус, который здесь представлен разнонаправленный. Еще очень интересный случай, пациент рак почки, он была произведена в 2010 году нефректомия, дальше появились очаги в легких, пациент получал терапию интерфероном альфа, прогрессирование, увеличение очага в легких, терапию интерфероном альфа, 2Б прогрессирование, появление очага у поплевия, циторедуктивная операция. И здесь он получает 25 цикловакцинотерапии отологичными дендритными клетками, нагруженными раково-тостикулярными антигенами в сочетании с циклофосфамидом за 3 дня до введения вакцины в адевантном режиме. И мы с вами видим, что у пациента с 2016 года наблюдается ремиссия, и в настоящее время он считается здоровым пациентом. Еще пациентка неференцирована полиморфно-клеточная саркома средостения, была произведена неполная циторедукция, это наша коллега, прогрессирование, появление очагов в легких, пациентка получила 8 циклов химиотерапии, частичный регресс. В дальнейшем она получала химиотерапию уже и фосфамидом, метрономную химиотерапию, стабилизация, и получила 33 цикла вакцинотерапии аутологичными дендритными клетками, полный метаболический регресс. И в заключение хотелось бы сказать, что технология лечения первичных и метастатических злокачественных образований стремительно меняется. Она становится платформой для создания инновационных методов диагностики и индивидуализации лечения. Комплексное лечение солидных опухолей в совокупности с ингибиторами контрольных точек иммунного ответа и вакцинотерапии позволяет достичь радикального излечения. И закономерным этапом развития онкологии стали манипуляции с образцами опухолей и клетками крови вне организма, позволяющие изменить опухоли микрокружения инвива, целенаправленно формируя устойчивый противопухолей иммунный ответ. Благодарю за внимание. Продолжение следует...